Всем привет! Сегодня чудесный зимний день. Минус три, снежок и очень красивые снежинки. Я прогуливался и у меня появилась идея показать вам книги по рисованию, которые на меня произвели наибольшее впечатление. Покажу вам несколько книг, которые стоят вашего внимания. The New Drawing on the Right Side of the Brain. Книга Бетти Эдвардс о правополушарном рисовании. Отличный выбор для тех, кто вообще ничего не знает о рисовании и хочет научиться сносно изображать окружающие предметы и людей. Много упражнений. Эта книга по известному курсу Бетти Эдвардс. Энциклопедия рисования. Ну, вроде бы книжка такая для детей. Совсем кажется, что простые схемы, но, с другой стороны, здесь мало текста. И вот эти вот приемы, овал, один, второй, и вот у тебя уже кошка. И такие вот поэтапные инструкции для построения, они реально работают. Поэтому мне кажется, что по этой книге можно рисовать в любом возрасте. Рисунок полный курс. Стэн Смит, автор, обладает способностью рассказывать, как и что в области рисования. Очень все просто, много примеров. Есть определенная логика в построении этого материала. И есть примеры мастеров. В частности, вот разбираются работы Ван Гога. И также разные нестандартные техники показаны. Дальше вот такая серия. Все о технике живопись акварелью и все о технике иллюстрации. Это серия, я не знаю, есть ли она сейчас в продаже, но тоже книга тщательно продуманная, богато иллюстрированная. Много поэтапных примеров и образцы разных стилей, разнообразных приемов рисования. То же самое живопись акварелью. От простых вещей до достаточно сложных приемов рисования. Вот у меня даже есть несколько иллюстраций, которые я в качестве закладок теперь использую. Иду по этим книгам нарисованы. Ну и, наконец, вот это самое последнее. Это, конечно, смешно, но в эпоху компьютеров, и когда уже есть очень много разных цифровых материалов. Старая-старая книга 50-х годов, если я не ошибаюсь. «Figure drawing for all its force» Эндрю Люмиса, рассказывающая о том, как рисовать человека. На мой взгляд, это бестселлер. Я не нашел ее в продаже и вынужден был просто распечатывать для себя. Вроде бы есть большой атлас анатомии, но вот таких простых схем, показывающих, как и что нужно делать для того, чтобы нарисовать правильно голову мужскую, как правильно изобразить женскую фигуру, как изображать человека в ракурсе. Это очень полезная книга, и я, в общем-то, рисовать человека учился именно по вот этой книге «Figure drawing for all its force». Надеюсь, вам понравился мой небольшой обзор. Если так, ставьте лайк, поддерживайте, и я поделюсь другими своими находками. Если захотите, покажу еще некоторые хорошие экземпляры из моей библиотеки книг, посвященных рисованию.